Здравствуйте всем! Можно я буду смотреть туда, где больше людей, а вы подвинетесь после центра? Значит, сегодня происходит маленькое чудо в виде презентации очередной порции результатов того, на чем мы работаем с 2013 года. Значит, Женя принял участие в создании проекта «Точка зрения» в 2013 году, когда мы составляли опрос, проводили анкетирование, выявили проблемные зоны, которые посчитали, что можем часть из этих проблем в институте решить. И после этого разделились на 5 команд, и одно из них возглавил Женя, она была посвящена исследованию института и формированию виртуальной модели его жизнедеятельности. То есть, какие процессы происходят, как мы, как архитекторы, если я правильно понимаю, как мы, как архитекторы, можем визуализировать, прогнозировать эти процессы, прогнозировать какие-то, делать какие-то прогнозы, выводы, может быть, оптимизировать что-то, не меняя все в реальности, а пытаясь это сделать в каких-то виртуальных историях. Параллельно у нас было там много идей и мыслей о том, как можно расширить эту тему, но сегодня мы присутствуем очень важную часть, ту, с которой мы начали мечтать на эту тему, мне кажется. Потому что мы как-то собрались, решили, чем может заниматься система, и потому что было бы круто иметь такой-таки фильм, о том, как мы видим, как все куда идут, как потоки пресекаются, где-то разводить, сводить, а здесь они сияют, а здесь они зеленые. Ну, во всяком случае, в моей голове это все было так. Я не очень понимала детали, но мне показалось, что если мы получим это как продукт, это позволит людям, которые не понимают, как это работает, понять суть самих процессов и понять проблемные места, понять, где слишком много, где слишком мало, где не подходит функция к помещению и так далее. То есть оснащение помещения к той функции, которую она должна нести. И вот сегодня Женя довел это каким-то титаническим трудом, и многие из вас четверо, я точно знаю, что участвовали, скорее всего, больше участвовали в этом. И на это исследование наложилось еще несколько других, связанных, тоже, мне кажется, очень интересной областью. Вот, я не знаю, знаете, почему он конкретно сегодня будет Жене Клани, но я хотела бы его поблагодарить и поздравить с тем, что он... Ну, это правда. Я считаю, что это большая победа, потому что то, как тяжело шел проект, то, насколько у него не было никакой базы, никакой, ну, как бы, поддержки и стимула к продвижению, и все равно он все время дает какие-то итоги, и не только в Жениной области, но в Жениной области это просто, ну, это, на мой взгляд, очень знаково. Ну, я хочу вас всех поблагодарить, Женя, в первую очередь, в Жениной области. Вот, и теперь, если я сказал все, что думал, я скажу, я предъявлюсь. Судя, нет, это замечательно. Я нормально встал, да? То есть, видно, там, да? Значит, у нас было такое очень неформальное, получается, мероприятие, хотя бы приглашено все руководство, мне было бы сказать, что надо это сделать, и я уже всех оповестил лично, вот, но никак не думал об этом рассказывать. Это широкий публик, и вот этим узким кругом сегодня посмотрим, что получилось. Значит, сегодня мне помогут, скорее всего, Дани с Настей с какими-то небольшими комментариями, может быть, Ксения, которая работает, как раз еще для канати, магистратуры, и поправит мне относительно такой важной темы, как расписание. И основное, как бы, центральное ведро, по идее, в сегодняшней моей встрече, это визуализация вот этих сложных пространственно-временных процессов. В принципе, звучит круто, мы понимаем, цифровой марки, то есть представьте, что это некая инициатива, как и мы должны перейти планеты всей, значит, демонстрировать всему миру, какие мы продвинутые. Вот, это, в принципе, есть амбиция, в этом есть некая амбиция, и в этом есть, и у нас есть некие возможности, потому что, конечно же, тема BIM, она сейчас уже идет со стороны правительства, вы все можете там иногда послушать разных чиновников, у них что-нибудь такое проскальзывает в их речах, а потом все начинают очень быстро бегать и спрашивать, а где же у вас BIM? Дайте мне BIM, завтра у меня, значит, совещание. Вот, на самом деле все очень серьезно, потому что речь идет о очень больших деньгах, о очень большой экономии и очень больших трубозатратах. По сути, все вот эти вот товарищи в той или иной степени в курсе цифровых тенденций, а если мы возьмем такие крупные компании, как Росатом или РЖД, то там не совсем речь идет о обычных зданиях таких гражданских, но об объектах чрезвычайной важности, где уже информатизация идет давно полным ходом, особенно, наверное, это, если взять пример Росатома. Вот, то есть без цифровых моделей, без управления цифровыми данными мы ничего не сделаем. И у нас есть прекрасная область, в которой мы попытались сейчас продвинуться, сделали, я бы сказал, такой маленький шажочек. То, что сейчас сказал Ася, может быть, ну, то есть для меня сейчас пока очень много работы впереди остается, и мы лишь получили некий прототип, который можно уже обсуждать, я считаю. Но в целом это относится не к проектированию, это относится к использованию существующего объекта, к такой важной теме, как объекты культурного, то есть использование объекта культурного наследия. Это очень важно, потому что у нас их в центре чрезвычайно много, и с ними работать, в них жить, это можно сказать искусство, вот, и разобравшись, может, в каких-то тонкостях, да, мы сможем, к идее, ну, экономить много денег. И на самом деле учебное заведение с точки зрения функционального использования, это просто кладезь для экспериментов, инноваций и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, представьте, вот, основную работу, к которой мы привыкли, вы все, наверное, в той или иной степени работали, у вас есть фиксированное рабочее место, вы приходите на это рабочее место, и все. Здесь у каждого помещения просто множество пользователей, и если ты начнешь понимать и разбираться в том, как происходит использование пространств, по каким принципам, то ты можешь сказать, можно сказать, что ты станешь оператористектором. Ты сможешь понимать сложный процесс. Вот. У нас будет короткая история про то, что происходило до этого. Мы попытаемся вспомнить основные вихи. Рассмотрим расписание в 2D, хотя, на самом деле, оно далеко не 2D будет. Все таблицы имеют, как скажем, тяготение к некой многомерности и всезвучаемой сложности. Потом немножко повеселимся в 3D, и рассмотрим такую тему, как инвентаризация впечатлений, просто на конкретном примере. Вот у меня живое, более-менее работающее, ну, согласно местному интернету, значит, вот это мобильное устройство, и посмотрим перспективы. Я постараюсь быть кратким, потому что, ну, здесь как раз есть проблемы с духообменом. И там про это будет маленький график. Значит, предыстория изображения вот мне предоставил Петр Копылов и Дарья Семенова. Просто оно мне показалось знаковым в рамках проекта, в точке зрения, мне кажется, была некая мечта о красивом новом архиве. Вот. И пускай она будет, это даже красивая картина лишь в головах, но она реально уже сможет менять нас самих, и само здание, и сам архив, как такой непростый институт. Вот. Менять его к лучшему. Здесь стоит вспомнить о тех направлениях, которые были. Безусловно, мы сейчас на самом деле рассматриваем тему внутри. Внутри, которые занимались, по сути, аудиторным фондом. Можно было бы здесь упомянуть в сети, то есть те, которые занимались, наверное, сайтом и информационной площадкой. И отчасти связи также здесь имеют некоторые отношения. И система должна была быть некой прослойкой цифровой для всех направлений. Но мы пока разбирались, что же мы можем сделать. Прошел год, и все уже все сделали без нас. А мы остались как бы в отстающих. И, собственно, в 2014 году мы пытались сделать супер-бим-модель, которая бы нам все давала, отвечала на все вопросы. Конечно же, мы ничего не сделали. Потому что моделирование существующего исторического объекта потребовало немалого количества усилий. Была выбрана неправильная, как мне кажется, платформа. В данном случае была ставка сделана на Revit, но его, ну и в Архикаде, наверное, такая же была бы проблема. То есть сложность самих программ и то, что они были не ориентированы на, так скажем, эксплуатацию, то есть манипулировали существующими информацией, скорее все время на проектные какие-то техники. То есть вы рисуете стену, многослойные пироги между собой дружат, начинают сливаться в окон-то экстазе, там, значит, все классно, окна сами перемещаются, но это все для проектного процесса. То есть все вот эти супер-приложения, весь сейчас BIM, это в основном рассчитан на проектный процесс. Область эксплуатации, она почти выпадает. У нас тут ряд событий произошли, которые нам помогут такие, наверное, создать цифровую модель, трехмерную модель Мархи. И, ну это поговорим потом отдельно. Значит, в целом, важный компонент нашего исследования, да, который мы на самом деле пока не затронули, то есть мы его сейчас с ним соприкоснулись в мобильном приложении, то есть через мобильное приложение мы пытались соприкоснуться с главным потребителем всех вот этих помещений, всех этих пространств, и я думаю, мы еще к этому будем возвращаться, возвращаться. Безусловно, удовлетворить все потребности невозможно, а, допустим, есть еще потребности преподавателей, ну вот такие организационные. У меня 160 человек магистрантов, и мне вот недавно в магистратуре предложили, может быть, ты на следующий поток вот здесь и всех посадишь. И, может быть, они как-то достанут компьютеры, и вы что-то там поделаете, потому что уже у тебя все-таки практически заняты, в первую очередь. Но этот вариант меня слишком, ну, все равно смущает, потому что здесь, не знаю, меня даже беспокоит параметр микроклимата, насколько здесь хороший выбор обмен, потому что всякий раз здесь достаточно тяжело бывает находиться. Короче говоря, и для меня это очень важно. И, безусловно, надо возвращаться к той аналитике и к тому обследованию, которое было сделано внутри. И часть данных мы использовали по инвентаризации. Частично мы уже внесли в BIM-модель, которая выполнена на платформе Архикада, на данном этапе, информацию о помещениях. И, собственно, вот эту аналитику потом можно просто делать уже более считабельной, точнее, вот эти данные. И фокус главный, который сейчас у меня имеется, это характер использования во времени аудитории и общественных пространств, и некая инвентаризация, причем разную форму. Инвентаризация – это значит, что мы знаем по пальцам все помещения Мархи. То есть сейчас у меня тоже есть большая проблема, где приткнуться с ноутбуком, чтобы спокойно поработать, чтобы на голове у тебя никто не сидел. Сложно это сделать, да? А есть помещения, которые пустуют. Мне даже не нужно окно, пускай я буду в чулане сидеть, но мне нужен часок спокойно писать там статью. Вот. И есть вещи для инвентаризации, которые, может быть, не похожи на пространство, они просто являются некими розетками, некими студиями, неким просто приятным местом, где можно находиться и что-то обсуждать. И на этой ноте я перехожу к расписанию 2D, которую без Дани с Настей, я, наверное, даже и не пытался это делать, но там совпало, на самом деле, совпало две амбиции. То есть параллельно, мы уже не знаем о работе каждого, параллельно пополнялась некие действия. То есть Дани заносил огромное количество событий в таблицу и работал на уровне Excel и программирования. Сейчас об этом чуть будет позже. И я нашел платформу для визуализации. Я думаю, просто в конце, после этой презентации, вы добавите, сделаете какое-то добавление. Значит, безусловно, то, до чего мы додумались, наверное, основная находка, это как представить вот эту всю деятельность. На самом деле вещи очень философские. То есть это вот все про математику, об абстракции вот этих сложных человеческих процессов и их формализацию, то есть когда вы переводите в некоторые цифры, или какие-то вот такие понятные вещи для компьютера. И тема событий, она даже у современных философов находят свое место, как бы пространство событий. Мы рассматриваем города как постоянную платформу, площадку, где происходит нечто с разным характером и в разных местах. Вот. И то, что делал Даня, это, по сути, такая большая база данных, которая генерирует с помощью специальных алгоритмов ответы на разные вопросы. Ну, вот они вот здесь описаны. То есть в принципе, это тоже классическая задачка оптимизации расписания для программистов, а это можно выполнить на уровне Excel программирования. И в принципе, хватило бы графиков. То есть тут взято несколько аудиторий, тут, по-моему, десяток, и в разные недели мы видим, что где-то там количество событий огромное, где-то прям провал. Ну, понятно, по субботам, естественно, это происходит, поэтому в некоторые и будние дни аудитории простаивали. Филипп Кац тут вот на ночь глядя, вчера мне прислал несколько таблиц каких-то вариантов визуализации, так как он специализируется на аналитике данных и такой data science, как это называется по-английски. Он сделал это достаточно быстро, ну, в качестве просто такой разминки. Понятное дело, что способов визуализировать это может быть много. И каждый способ будет говорить о чем-то своем. Ну, сейчас, смотря на вот эти диаграммы, я как раз подумал о том, что надо разделять, к примеру, количество событий по корпусам, соотносить по использованию площадь, ну, в общем, сразу пошли какие-то мысли, хотя, собственно, ничего тут такого, естественно, не показано. И расписание в 2D, точнее, вот это табличные виды, да, они, на самом деле, очень легко ли визуализируются в 3D. Сейчас тут такая кривенькая картинка. Почему кривенькая? Потому что мой бедный ноутбук со встроенной видеокартой никак не тянет этот навороченный RGIS Pro. Вот, но за это скриншотово меня простите. Соответственно, мы, ну, то есть параллельно в Мархи идут разные, как бы, инициативы, и сейчас Мархи обладает неким набором инструментов для работы с, так скажем, городом, с разными видами расчетов пространственных, климатических. В общем, все, что связано с гист-технологиями. И в данном случае эта платформа, она оказалась очень удобной, потому что вы спокойно отображаете 3D-данные, геоданные, таблицы в одном пространстве, и это делать совершенно не так, как происходит это в Аркаде, в Ревите, даже в Райна, где-то еще. Значит, смысл был в том, что мы получили, то есть мы собрали внутреннюю структуру здания по аудиториям, сейчас они просто тут разбиты по цветам, по этажам, и вот эта инвентаризация, наполнение разными атрибутами, оно еще, оно еще в процессе. И первое, что можно сделать уже, это просто начать визуализировать вот этих пространственных кубиков некие парамеры, это такие, как, вот лично для меня, это очень важно, количество розеток по аудиторию. Те, которые серенькие, значит, там нет данных, это надо заполнить. Но смысл очень простой. У вас есть кубик, у вас есть много у него различных атрибутов, и вы дальше можете делать таких градаций очень много, фильтровать по каким-то значениям, и думать, думать, для чего вам это нужно, что вам говорят эти картинки. Но, безусловно, часть вещей очень хорошо считывается в 2D. То есть, если вы возьмете классические планы, это очень удобно для того, чтобы понимать, что где располагается. Но 3D в данном случае, безусловно, имеет некий вау-эффект, а если еще постараться сделать это классно, то вообще вау-эффект. Поэтому мы не могли бы им этого пройти, но им делать нечего. Та же самая история, значит, количество событий в аудиториях, в разных аудиториях за 2 недели. За основу было взято дневное отделение бакалавра, там, как вы помните, есть числитель и знаменатель. Соответственно, в принципе, весь цикл повторяющийся идет 2 недели. Мы сейчас не рассматриваем ту ситуацию, когда у нас заносятся все возможные события в какую-то базу данных. Тогда это будут уже идти на тысячи и тысячи, так скажем, строк, вот эти таблицы. Но на данный момент у нас 2 тысячи строк, то есть 2 тысячи событий. Это совмещенные магистратура дневная, бакалавра дневная и БО. Вот. Система триместров. Ведь у вечерников она как бы ломает все шаблоны. Ну, короче говоря, там надо думать. Надо думать и, в принципе, тоже было бы интересно визуализировать какие-то события разовые, которые просто происходят по заявке. И вот как мы сегодня это делаем, спокойно здесь общаемся. И это вычислено в Excel. То есть вы должны понимать, что вот такие вещи, они могут быть вычислены в таблицах и просто потом прицеплены по соответствующим значениям обратно к 3D-модели. Здесь вы просто это визуализируете. Сразу скажу, что когда я пытался подложить, то есть сделать планы, такие, ну как бы с стенками, с помещениями, дверями, то это все друг на друга накладывалось, и ты вообще терял всю нить события. Ну, безусловно, с этим надо возиться, с этой вот визуализацией, в том числе и вот с ее вот таким вот вариантом, когда мы, я не помню, это вот здесь у меня включается или нет, да, когда мы визуализируем события, то есть сюда подключена просто Excel-таблица на полторы или две тысячи, я не помню, вот этих событий, и сейчас они отображаются по курсу и по количеству групп в одном событии вот такими абстрактными квадратиками. Как это делать? Правильно. То есть у нас есть разные варианты, есть даже разные варианты платформы, ну, визуализации, чтобы это было совсем классно, да? Сейчас вот тут те, кто там, допустим, работает в скетчат, я знаю, что он очень хорошо показывает вот эту прозрачность, красиво, а здесь была подстава в том, что кубик прозрачный, а за одним уже второй кубик прозрачный, не видно. И ты не знаешь, что делать в этот момент, потому что я программу, ну, недавно с ней познакомился, конечно, тебя охватывает паника, когда это надо сдавать уже завтра, там, презентовать. Вот, поэтому самое ценное здесь – это именно таблица, сами данные. А как они будут визуализированы в виде кубиков, кружочков или просто аудитории, которые, к примеру, будут подниматься, как будто вот мы наливаем туда какую-то жидкость постепенно и заполняться, тоже второй вопрос. В принципе, смысл, сейчас я поясню, в чем именно принцип визуализации, но то, что мне подсказала Галина Федоровна, когда я с ней пообщался, что большой есть спрос на малые аудитории и малые группы. То есть, когда приходит маленькая группа, и надо куда-то сесть, чтобы не занять очень много места и никому не мешать, да, и спокойно там заниматься. В принципе, я об этом думал в другом ключе, когда у меня происходят какие-то консультации, мне не нужна вся аудитория, может быть. Мне достаточно было бы запланировать, забукировать, да, мы к этому еще вернемся, некое помещение, и потом провести там с 10 людьми кратенькую консультацию и разойтись всем, и спокойно сэкономить время. Поэтому, безусловно, у нас аудитории больших всего раз, два, три, по-моему, ну, 4331-й, и вместимость в них тоже понятна, и как бы ты с этим уже ничего не сделаешь. А принцип визуализации, он следующий, я его подсмотрел в нескольких, может быть, местах, но, по сути, у вас сейчас события не отображает родное количество человек, просто они такими кубиками размещены. То есть у вас есть предметы, они будут по цветам, даже вы видите, даже не предметы, это хайперы. И первая пара, у вас кубик находится вот здесь, вот, на полу, вторая пара, он поднимается примерно на полтора метра, третья еще выше на полтора и так далее. Это по-хорошему, может быть, высоты, то есть нужно разделить на, к примеру, 8 пар, или сколько там у нас пар в день максимальное, может быть, количество, и внутри помещения бы вот так вот ты бы мог смотреть в пространстве и времени, как происходит загрузка. То есть, по сути, у нас может быть ситуация, сейчас я не вижу, у меня внизу, да, к примеру, может быть ситуация, что кубик, между кубиками есть пробел, да, то есть там не происходит какая-то пара. То есть типичная визуализация пространства и времени, иногда это называют пространство временным кубом, есть более упрощенное представление, где просто по оси Z у вас есть время, там заполнено или не заполнено. Вот. Отдельно хотел сказать, что просто визуализировать предметы, коих, ну не помню, мне на какой-то момент было 30 штук, и я уже понимал, что цветом я этому не могу передать. Понимаете, да? То есть тут начинаются вот такие вещи, с которыми вы, может быть, сталкиваетесь, когда вы работаете с картами или с чем-то подобным. Ну да, но я вот какой-то там 177-й запомню цвет, что это у меня какие-то там, что это медиатехнологии к примеру. Может быть, я запомню, но вряд ли. Поэтому здесь приходится все время выбирать вот эти срезы, что ты именно показываешь. И последняя гипотеза, которую я еще пока не успел реализовать, это показать такое взаимодействие со существованием магистратуры, дневник, ну, с бакалаврята, и то, как они тут между собой пересекаются, сколько их в целом народу, и кто где набивается, да, в какую аудиторию. И, ну, понятное дело, что требуется вот постановка более понятных, более узких задач. Безусловно, это нужно консультироваться с администрацией, что сейчас происходит в каком-то таком режиме экспериментальном. И то, что Даня нашел вот эту форму, потом я ее подкорректировал, структурирование данных, это просто, ну, за это уже стоит очень много денег, по сути. То есть, когда вы начнете сейчас узнавать, а как мне узнать там данные по населению, по городу Москве, да, ну, до дома, и выйдете вдруг по ссылкам на какой-то магазин данных, то потом вы узнаете, что в год вы будете платить там нескольких миллионов рублей, чтобы иметь доступ к этим данным, и еще у вас будет множество-множество подписок и нераспространений вот этого всего. То есть, данные, это, конечно, новая нефть современности. Вот, и, собственно, некая инвентаризация впечатлений. Сейчас я постараюсь это в реальном времени просто показать. Ну, она очень простая, но вы поймете. Долго мы вокруг этого ходили. Я расспрашивал разных разработчиков, как нам это сделать. Я хочу, чтобы у меня на телефоне была такая кнопка, чтобы там нажимаешь эту точку, прикрепляешь фотку, отправляешь, и она у тебя, которая здесь визуализируется на плане общей базы данных. Но что-то было все сложно, звучало очень все как-то хитро. И потом, когда я узнал, что есть мобильные приложения для вот этих GIS, то есть веб-GIS серверов, то есть тех серверов, которые хранят в облаке вот эти геоданные, которые лежат у нас на земном поверхности, и все как бы классно, выяснилось, что там очень все просто. То есть у нас, у меня есть вот реальное мобильное приложение, где я могу приблизиться к карте. А расскажи, что такое впечатление звучит. А, ну да, я сейчас к этому вернусь. Ну, давайте так. Как раз представим, что это некое пространственное анкетирование, так же, как вы, или не анкетирование, какая-то фиксация ваших наблюдений, так же, как вы это делаете с Инстаграмом, или чем сейчас там пользуются, когда вам фотографируют что-то интересное, привязываете это к месту. Вот весь смысл. И это может быть, если у инвентаризации убрать кавычки и поставить сейчас секунду в кавычки его впечатление, то может быть обычная инвентаризация, то, которое занимается служба эксплуатации. Входит и смотрит, где какая розетка разбита, и помечает, что ее надо по нему исправить. Да, пожалуйста. Ну, это скучная часть этой истории. А там была, ну, это называлось, как некое такое третье измерение, способ узнать в институте и участвовать в его жизни. Потому что, вот, разумеется, что в аудиторию зашиты данные про историю, что было в этом месте, А, ну, это мы до этого дойдем сейчас. А, извините. Да-да-да. Просто там должно было быть много данных. Ты мог участвовать как пользователя, это тоже, что творит Женя, и ты мог получать самую информацию. То есть это как такая... Ну, вот сейчас вы мне поможете потом это сформулировать как бы в итоге, чего у нас получается. Но сейчас я скажу про, да, немножко более скучную вещь. Хотя, по сути, мне кажется, она интересна. То есть, принцип такой, что у вас есть карта института, и сейчас она без фона, она на самом деле лежит на земле. Да, то есть там OpenStreetMap можно подгородить, Google, и все это будет в единой системе координат. У нас есть браузерное решение, которое внизу, то есть вы просто открываете браузер, и у вас все, все те же самые точки, да, вот эти вот какие-то пометки возникают. И, собственно, настольное решение в Кубисе. По сути дела, смысл понятен. Нету GPS, ну, в здании не ловится GPS. Мы не можем выставить сейчас, позволить себе какие-то, знаете, а-ля, ну, айпикон, или как-то они называются, в общем, система, которая бы делала бы внутреннюю интерполяцию и вас бы позиционировала внутри здания. Мы пока этого, позвольте, не можем, поэтому просто указываем на карте. Единственный прием, который можно было бы использовать, это, наверное, позиционирование быстрого, когда у вас есть QR-код или что-то такое, вислящее на стене, и вы прикладываете телефон или RFID-чип, и у вас это место сразу же находится на карте, то есть чтобы вы там не искали, не бродили, ну, не искали какой-то нужный этаж. Wi-Fi-точки, вот здание, это можно обсудить, он мне говорил, что про какую-то интерполяцию, но меня смущает наш Wi-Fi. Да, поэтому, да, ну, вот пример этой более крупной истории. Значит, смысл в чем? Я вот сейчас запустил буквально сегодня трех ребят с планшетами или там телефонами, и каждый из них прошелся, вот у меня в браузере тоже такая же, картинка открыта, и проставил разные точки, к примеру, вот в виде таких вот пометок, да, и атрибуты можно было настроить, но вот сейчас они такие, то есть человек просто заносил какую-то заметку и указывал, что это ему нравится. и также можно было посмотреть эту фотку во вложении. И дальше это может быть просто в виде такого большого, получается, реестра большой таблицы. Если у нас есть некое кодирование по настроению, к примеру, 1, 2, 3, 4, 5, то дальше тебе вот анализировать эту статистику за год, представьте, что у вас каждый там спонтанно оставляет какое-то себе замечание, кого-то что-то бесит, и вот он там все время кликает, и в конце концов вы понимаете по обратной связи, что у вас это место насыщено такими вот проблемами. Все время сквозит, все время дышать нечем, все время что-то еще там не хватает. Но по сути это можно вывести и в, если мы возьмем как бы семантическую сторону, то есть не просто нравится, не нравится, но и какие-то замечания, то это я вот тоже использовал эту работу, это конкурсные материалы по двору. Есть и в этом, конечно, ментальные какие-то карты, картирование впечатлений, что по-своему интересно. Хотя я вам сразу скажу наперед, что любое, я вот недавно поправил один воркшоп на выходных про погис технологиям, и мы рассматривали хитровку, и ты понимаешь, что когда ты все делаешь это явным, то пропадает некая романтика, некая, ну в общем, есть что-то в недосказанности, да, в недосказанности есть какой-то смысл, то есть иногда, наверное, лучше оставлять. Ну, понятно, обратная связь, на самом деле, это одна из важнейших вещей, но, если говорить про скучные вещи, то после того, как я поговорил с Галиной Григорьевной, она, ну как бы, мы, по-моему, поняли друг друга. На самом деле, ГИС-технологии очень часто используются для инвентаризации или управления недвижимостью или какими-то активами, которые разнесены в пространстве. потому что это очень просто и вот очень эффективно смотреть, сколько у тебя замечаний по какому помещению, где что размещается и так далее. В перспективах. Теперь вот про более интересную и важную вещь, то, что действительно можно реализовать и что больше, может быть, принесет эффекта, больше эффект, это аудитория и ее некая информационная страничка. Она обязательно, как мне кажется, действительно должна содержать историю, потому что вот эти фотографии из музея Мархи, они где-то висят, но где-то и не висят. А действительно, в каких-то аудиториях преподавали известные люди, в каких-то аудиториях, допустим, в Первую мировую войну или когда это было русско-японскую войну, там были какие-то госпитали. И более того, даже когда мы сидим с дипломниками, ну, то есть мы дипломники и мы делим какую-то аудиторию в пространстве времени, то очень бывает важно понять, какая группа там сидит, кто у нее руководитель, может быть, даже какая у них тема и почему у них всех макеты такие огромные, что запланили все пространство и вообще некуда даже сесть. Можно ли как-то договориться вообще? Они там пишут, у нас макеты, мы не делаем подрамники, у нас 20 квадратных метров макет, сами поэтому снимите. Вот, и тут, как вы можете себе представить, расписание аудитории, если не брать мобильное приложение, это как выход, то есть оно могло бы туда выводиться. Но, безусловно, правильная вещь, это когда я просто смотрю на телефон и говорю, подбери мне, пожалуйста, вот на это место время там аудиторию с более там, больше пяти розеток, на 10 мест минимум, и чтобы мне было на полтора часа. Это несложно. Ну, это не космическая задача, но реально могла бы сэкономить нам много сил. И примеры интересные, это немножко просто, с другой стороны, это сеть каворкингов WeWork. Она существует в разных странах, у них очень много в аренде помещений, которые они сдают под каворкинги, и они все время собирают обратную связь от пользователей. Но смысл такой, да, что вы просто берете, вы просто берете, соответственно, букируете какое-то место и потом получаете обратную, то есть получаете обратную связь. И таким образом работает и более вот и сложное, как бы сложный пример офисного здания под названием Edge. Оно буквально недавно было построено и считается самым-самым крутым зеленым, ну, зеленым зданием, напичканным всякими разными технологиями, а компания, по-моему, аудиторская, тоже такая транснациональная под названием Deloitte. и как раз идея вуза, она там в каком степени реализована. То есть ты себе бронируешь место под конкретное время, и у тебя нет своего закрепленного места, и приходишь и настраиваешь его под себя через какое-то через приложение. Значит, сейчас я вот, когда зашел сюда в... Кто здесь сидел? Пятый курс или что-то? Короче, дышать было... было сложно. Я не знаю, сколько у вас было народу, но я попытался открыть окна, но с трудом, потому что они все зашторены вот этими жалюзи. И вы видите здесь, что вот эти примеры, мансарды и 309-й аудитории, особенно после первого курса, где в два раза количество публики превышено, когда там замеряли, а в некоторых аудиториях, мы возьмем еще южные аудитории и в летнее время экзаменов с большими остеклениями, они, наверное, приводят, наверное, каким-то омороком или к чему-то подобным. Вот, я помню эти такие суровые истории, которые там происходят, но это сложно решить, но, безусловно, есть у нас проблемные помещения, которые было бы интересно поставить на учет. Ну, и посмотреть, в какие ситуации, в какой момент происходит какое-то превышение каких-то показателей. Значит, я сейчас повторю, что сейчас я покажу просто живой пример вот этого мобильного приложения для инвентаризации и просто сейчас повторю, то есть не повторю, расскажу то, что было запланировано до этого. Безусловно, расчеты и замеры это еще прекрасная практика для студентов. То есть, как только ребята, почему я за это очень так с удовольствием взялся, потому что ребята, когда они погружаются в реальность и работают с реальностью, то усвоение материала происходит намного быстрее. То есть, это намного быстрее. И вот пример в Кутемасе прекрасный. И вот завершая презентационную часть статическую, я бы хотел сделать такие выводы. Во-первых, нам нужно больше каких-то рабочих прототипов, больше экспериментальных проектов. То есть, если мы говорим про отмечание студентов на парах, вот, я опять же приведу пример вот этих 160 человек, я хочу вести учет, кто пришел и когда пришел. Потому что я потом собираю табличку, да, трачу очень много времени дома, но я потом вижу действительно вот эту посещаемость и делаю какие-то выводы. Когда я объявил штрафное задание, у меня там посещаемость скачала, ну, там, раз в полтора. Но, не, должна же быть и в магистратуре все-таки люди все взрослые, нужно какая-то, должна быть какая-то дисциплина. Вот. И я думал-думал и понял, что надо использовать какие-то RFID-чипы, потому что другого варианта нет. Ну, то, что вы примерно похоже, вы используете в метро, не обязательно, конечно, сразу получать очередь, так как это происходит в турникетах, в трамваях. Но это намного будет быстрее, чем я буду делать перекличку и пытаться там раздавать листочек, которые бы сразу заполнены всем курсом на два года вперед. Вот. И в данном случае, вот еще раз обращаю ваше внимание то, о чем я говорил, что объект культурного наследия, ВУЗ, это прекрасное место для умной эксплуатации, то есть для примера, который может быть интересен другим, не то чтобы заведением вообще государству, и так называемому социальному БИМ, то есть та информатизация, которая будет направлена именно пользователя. То есть, безусловно, как я уже приводил примеры, там, Росатома или РЖД, они имеют высокую степень внедрения технологий, которые направлены на управление сверху. Но очень важно это доводить до конечного пользователя, чтобы он, допустим, давал вот эту обратную связь. Сейчас я попытаюсь показать вот этот пример сайта, который тут, собственно, у меня открыт. И сегодня я как раз запустил ребят, извиняюсь сразу, немножко интернет тут у меня старается, но как-то пашет. Вот они прошлись по аудиториям и отметили не отображается? Ой, извиняюсь, это надо мне выйти из этого, из PowerPoint. Сейчас он должен вроде ожить. Они прошлись с планшетами и зафиксировали втроем. Я попросил их пройтись по третьему этажу, просто, по отдельности. Ну, цель не была такой, как бы, четкой, но, да, попытался я сузить задачу, ну, скажите, что вам нравится или не нравится, может быть, те аудитории, в которых вы обычно там работаете или хотели бы, чтобы там было больше розеток, но их было всего трое, и это был час выделен на это. И это просто был эксперимент. Но смысл в том, что сейчас их тут три слоя, вот это было с моего планшета сделано, тут какие-то треугольнички, соответственно, был один парень, и девушка прошлась вот поставил. Я поставил такие синенькие кружочки. В каждом кружочке находится некая информация. Ну, здесь написано светлое место, большие парты для подрамников. Мне нравится. Да? Если вот здесь, вот в этой точке, я просто не знаю, что они там написали, это было сегодня. если не посидеть, то постоять точно можно. Ей нравится, походу, сделала. А, и вот сделала фотография. Ну, фотография сейчас, может быть, не сразу загрузится, просто все-таки интернет у меня не такой быстрый. Но, представьте, что, а, загрузилась. Эта фотография у меня доступна, так как я вам показывал, и на рабочем столе, то есть я могу ее загружить в себя в приложение, и посмотрите. Но самое главное, что у меня получается по примеру какому-то слою вот такая таблица. Да? И дальше, если правильно человеку указать вот сумеречная зона, что это такое. Не дали посмотреть, закрыто. Не нашла розеток. Дальше я могу, так, не пускается тут занятие. Интересно, куда ее не пустили. Перейти. Так, и сейчас мне немножко отдалюсь, и вот увижу, куда ее не пустили. Вот сюда. Я здесь специально не выводил номера помещений, хотя у меня можно посмотреть и по да, эта аудитория. Здесь у меня, к сожалению, просто я указал, что это проектная аудитория без нумерации, без всего. Но по сути дела я могу иметь вот эту достаточно полную базу данных и по самим помещениям. Таким образом, если, просто сейчас обращаю ваше внимание, что, во-первых, люди ходили и, чтобы проставить точку, нужно, ну, потратить некоторое время. То есть я вот сейчас это сделаю и попробую потом здесь это обновить. То есть я выбираю там слой, куда это ставить, указываю вот так вот, здесь они, в принципе, достаточно удобно это сделали. и здесь сохраняю и говорю, что вот здесь открыто окно. Могу поставить фотку, ну, то есть сфотографировать и дальше просто это дело обновляю. Надеюсь, сейчас у меня все получится. Безусловно, это занимает много времени и у человека, который привык, вот поколение после, ну, как бы там, 95-го года рождения, ну, кто сейчас приходит, ну, я даже уже потерял счет вот этим годам всем, но они явно пользуются больше социальными сетями, мобильными устройствами, чем, к примеру, я. Делают это уже как-то на автоматизме. И, соответственно, для них, чтобы получить от них обратную связь, нужно делать что-то очень удобное и простое, которое будет не раздражать. Да, и, ну, вот, вот смотрите, вот она, по-моему, прилетела сюда. Так, юзер 0.1, открыто окно. И, ну, сработало, я уже рад. Все, все, уже не зря провел презентацию, можно успокоиться. И для них вот это вот обозначение либо какого-то фидбэка, либо каких-то впечатлений, либо не знаю еще чего, должно быть очень простым. В принципе, если бы мы сейчас задали четкую какую-то категоризацию, что мне так, что означают вот эти точки, к примеру, уровень недовольства или уровень довольства, да, как раз, на микроклиматном помещении, то, если это числовые параметры, да, математики, мы тогда можем там интерполировать, гравлировать, смотреть, проводить какой-то анализ, точно так же, как мы это делали сейчас на вот этих вот слайдах. И мне кажется, что нужно брать какие-то разные направления и пытаться их потихонечку сдвигать, потому что если сейчас марки не будет как бы проявлять инициативу вот в этой области информатизации и вот этих цифровых технологий, то, конечно, он быстро окажется на забор, ну, на забор. Вот. А это, так как область горячая, то крайне стратегическая, я бы сказал так. Даня и Настя, может быть, вы добавите по поводу расписания какие-то комментарии? Ну, двух словах. Да, можете выйти сюда, потому что записывается вот здесь, вот в этой точке, да. Нет, не в основном записывается. Ну, нет, да. В двух словах поподробнее объяснить вот про идею за той программой расписания, которую я пытался как-то сделать. Идея была, вот как раз как мы объяснили, что мы выделили из всех-всех параметров, которые характеризуют конкретные мероприятия, сгруппировали их в всего четыре простых блока. Это время, место, люди и, ну, собственно, предметы, которым уже насыщаются дополнительные информации. К аудиториям это, прежде всего, координаты, это может быть дальше вместимость, это может быть те же количество розеток, столов и прочее. и как основная была идея в том, чтобы вместо того, чтобы создавать вручную, как это сейчас происходит, отдельные представления этого расписания, как у нас сейчас, например, висит расписание для основной на первом этаже, отдельно делается расписание для магистрантов, их как-то в голове улыбается как-то совмещать, чтобы они не пересекались и как-то чтобы все были довольны, находить пустые маленькие аудитории. Ну, и как несколько вариантов, примеры, которые уже функционируют на каком-то тестовом расписании, чтобы понятнее было можно можно показать. Вот синяя таблица это, собственно, список из четырех блоков, которые каждая строчка это одно событие. И из них мы собираем, например, основное расписание по курсам, основное расписание, например, занятость аудиторий, то есть отдельная таблица для каждой аудитории, что там происходит. Либо общая таблица по аудиторию, то есть, например, за все время цикла мероприятий в какое время аудитория занята. Из этого вытекает, например, площадь свободной аудитории, где я выбираю время и мне выдается полный список всех аудиторий, которые в это время пусты. Это уже дальше можно насыщать, например, если у нас будет информация о тех же розетках, я могу, например, добавлять дальше параметр розеток, добавлять параметр размера и что это все вот, все вот эти примеры, они делаются в один клик. Оно занимает какое-то время, чтобы сгенерировать, но это все делается одновременно, как одно из представлений некой базы данных. Супер. Вот. Спасибо. Ну, в общем, как вы понимаете, работа, несмотря на то, что мы уже потратили, наверное, месяца три и именно сейчасшнего времени, а не то, что было два года назад, она в самом начале, но мне кажется, что мы уже получили некий результат и с которым можно уже ходить к кому-то и консультироваться, начиная от администрации, от Калины Григорьевны, я надеюсь, тоже скажет свои комментарии, и заканчивая просто разработчиками софта и какими-то технологическими компаниями, которые могут посоветовать конкретные решения, как это сделать просто и быстро. Вот. Ну, безусловно, мне кажется, это интересно экспериментировать. Так что, как-то так. Я думаю, можно на этом завершить нашу неформальную презентацию, я хотел это сделать достаточно компактно, вот. Те, кто спешат на работу, студенты могут спешать на работу, а так, в принципе, готовы слушать вопросы и какие-то комментарии. Спасибо.